В данный момент, поскольку я проживаю в Германии по учебе, я студентка университета Гумбольта в Берлине, что я могу заметить по сравнению с Россией, к сожалению, мы пока проигрываем именно в той толерантности, в нужной толерантности, направленной именно к тем, кто в ней как никто нуждается. Ну, конечно, существует целый ряд заболеваний, при которых показан пожизненный прием лекарств. Это заболевания как психические, так и вполне физические, осязаемые, начиная от шизофрении, которая, мало того, что она оккупируется определенно разово, при ней еще и необходимо принимать каждый день, поддерживать определенную дозу препаратов, так и всем известный диабет. Биотерапия требует регулярности. Это один из оставных вообще постулатов, будь то лечение ОРВИ, будь то лечение раковых заболеваний, онкологических заболеваний в целом. Не зря люди ложатся в больницу, не зря им подается лекарство. Дело не в том, что заболевание серьезное или несерьезное, и не в том, что доктор злой или не злой, а в том, что спустя некоторое время концентрация препарата в крови или в плазме падает. Ее нужно поднимать опять, чтобы действие препарата было непрерывным. Только таким образом сможет быть достигнут терапевтический эффект. В течение, можно сказать, внутриутробной жизни и после зачатия организм претерпевает многие изменения, и редактирование, адаптирование генома направлено на то, чтобы этот процесс стал таким, каким человек его хочет видеть в конце концов. Иными словами, если мы хотим видеть ребенка здорового, кореглазого и светловолосого, мы можем это сделать с помощью редактирования генома. С помощью редактирования генома уже даже в наиболее поздних этапах постэмбрионального развития у людей взрослого возраста могут быть излечены те или иные пороки, которые до этого казались наследственными, а поскольку наследственными – неизлечивыми. Сам процесс редактирования происходит точно так же, как редактируется все, что может быть отредактировано, начиная от видеозаписи, и заканчивая какими-либо композициями, чем угодно. В процессе редактирования генома может происходить без преувеличения все, что позволяет человеческая фантазия. Что касается генетически обусловленных форм рака, в частности рака молочной железы, если мы уже говорим о нем, как и в любом другом заболевании, которое генетически обусловлено, играет роль, насколько проявит себя ген, то есть его экспрессия, и насколько ему не дадут проявиться другие гены, скажем так, нормальные. То есть рак – это можно грубо сказать, что это эволюционный процесс, как любое животное, в том числе человек, хочет выжить, хочет оставить потомство и как можно дольше продержаться, питаться. Точно так же хочет каждая клеточка нашего организма, злокачественная, в том числе, если не больше. То есть насколько хочет она и насколько ей не дают другие клетки это сделать. На противораковую защиту, в частности против рака молочной железы, организма направлен целый арсенал, который может как справиться, так и не справиться. В таком случае мы либо получим заболевание, либо не получим. Но опять же мое личное мнение, где есть плюс, там есть и минус. В частности история знает примеры использования так называемого химического оружия, инфекционного и биологического оружия, когда, скажем так, выкашивались целые батальоны при помощи какой-то небольшой пробирки. И сейчас использовать что-то генетическое, ну, технически это сложно, но если задастся целью кто-то, то это может, скажем так, выстрелить. В частности, был такой небезызвестный доктор Йозеф Менгеле в концлагерях, который проводил опыты на близнецах. Он отбирал среди вновь прибывших детей, искал из них близнецов, затем он искал тех, кто абсолютно одного роста, расстреливая остальных, потому что они ему не понравились. Предоставление информации о ВИЧ-статусе осуществляется только человеку, который прошел данный анализ. К примеру, Иван Иванов сдал кровь, и только Ивану Иванову отдается конвертик с тем, плюс он или минус. Ни по какой доверенности, никаким бабушкам, никаким мамам, никаким лучшим в самом мире друзьям эта информация не разглашается. В случае, если данная информация была разглашена, здесь уже идут юридические нюансы. Либо неразглашение данной информации могло привести к, допустим, статье 153, то есть это оставление в опасности со смертельным исходом, если такой был повлечен. Либо же это просто нарушение врачебной тайны, и тогда виноват уже доктор. Скорее, самому ребенку опаснее находиться, ВИЧ-инфицированному ребенку опаснее находиться в группе детского садика со здоровыми детьми, нежели этим детям опасен этот ребенок. Почему? Воздушно-капельная ВИЧ не передается никак вообще. Со слюной, ну это как при поцелуе, там нужна ванна слюны, и в ней нужно просто плавать, будучи пару раз изрезанным. Это только нарочно можно сделать. А ребенок, который как раз-таки в этом коллективе со здоровыми детьми, он может нахвататься тех же самых простуд, вирусных заболеваний, которые не редкость у детей, особенно дошкольного возраста или школьного возраста. Что касается врачей в школе и в детском саду, там, по-моему, только медсестры, в чью компетентность это не входит. Но в хорошем случае сам родитель должен сказать о том, что ну вот такая ситуация, так и так. Это точно так же, как и любая другая болезнь, которая накладывает какие-то ограничения на жизнедеятельность ребенка, будь то лактазная недостаточность или что-либо еще. Но, скажем так, бить в набат о том, что у нас здесь ВИЧ-инфицированный ребенок, не стоит. Просто хотя бы исходя из того, что это дискриминация. Что касается правовых аспектов, здесь все намного проще. Есть такое понятие, как медицинская этика. И если мы возьмем средний 8-й Б-класс, в котором Маша Иванова заболела туберкулезом, что мешает классному руководителю сказать, что дорогие родители, у нас с вами очаг туберкулеза, и мы с вами должны все пройти проверку, диспансеризацию и так далее и тому подобное. Зачем говорить, что это была Маша Иванова, и зачем подставлять ребенка под вот этот артобстрел, когда ребенку можно сказать лично и его законным представителям, родителям или опекунам. То же самое и с ВИЧ. Если уж взрослый человек получает этот диагноз исключительно в собственные руки, что даже медсестра может не видеть этого, то почему мы решили, что дети настолько бесправны, что их можно так унижать, и так можно выносить этот ссор из избы на всю школу, как дальше жить этому ребенку, что дальше делать, зная, что он в принципе-то и не виноват. Насколько мне известна ситуация в Африке и в странах Южной Азии. Ситуация, конечно, катастрофическая. В странах Африки наблюдается настоящая ВИЧ-эпидемия. И люди, которые живут там, да, многие из них заражены, они принимают препараты, но только тогда, когда это контролируется извне, по большей части, к сожалению. То есть приезжают волонтеры, приезжает Международный Красный Крест, эти люди госпитализируются, им каким-то образом удается назначать эти препараты, они их какое-то время принимают, но стоит уехать, скажем так, тем, кто за этим следит, и все быстро заканчивается, потому что, во-первых, нет денег на то, чтобы это все приобретать, а если есть то, что было куплено, скажем так, подарено волонтерами, нет особого времени, эти люди озабочены абсолютно другими проблемами, они выживают, они размножаются, им не до приема по часам. То же самое и в, например, Индии, в других густонаселенных странах. Россия приближается, кстати, к данным странам, потому что в России уже сейчас тоже ВИЧ-эпидемия, о которой мало кто хочет слышать. Мне кажется, люди просто боятся иногда открыто говорить об этом. ВИЧ-эпидемия